здравствуйте уважаемые охотники сегодня четверг и я постараюсь вам ответить на один большой вопрос значит как всегда говорю выбираем один вопрос на четверг и пытаемся его раскрыть более глобально потому что ответа на вопросы их очень много люди переживают если я не отвечаю на их вопросы начинают волноваться и я начинаю быстро-быстро коротко пытаясь ответить на тот или иной вопрос хотя там можно говорить и часами да и чтобы полностью все раскрыть иногда говариваюсь вот и прошлый раз говорил про гусей про лебедей которые ловили алёнушку там искал сыном это конечно ее брат вот когда говорил про выдру едет бурозубок не бурозубок а беззубок но это все вы понимаете как бы быстро хорошо и правильно но бывают иногда такие вот сколы а здесь спокойно давайте поговорим о биотехнии почему я прошлый вторник извините прошлый четверг рассказал о биотехнии на водоплавающую дичь и люди заинтересовались это сегодня интересный вопрос про неё много говорят и вот илья илья иванов прислал вопрос вали петрович здравствуйте спасибо вам огромное что вы делаете для охотничьего хозяйства россии вы не сдавайте своих позиций вот хотя понимаю что у вас уже некий возраст и столько биться за российскую охоту и не видеть положительных изменений или я извините конечно есть какие-то положительные изменения это вы грамотные люди которые задают грамотные вопросы плюс журнал делаем хороший положительный плюс какая-то просветительская деятельность моей стороны я поговорил о том что нельзя домашних свиней завозить и выпускать в охоту угодья люди поняли и сказали что они сделают в обраковку вот этих вот полукровок в первую очередь и понимают что нужен чистый кабан то есть это что то есть это точечно есть но усилия моральные физические с моей стороны сколько я потратил за 20 с лишним лет пытаясь людям объяснить что такое охота охотоведение причем из на самом верху и на самом низу вот конечно это несоизмеримо труд не соизмерим с тем что получается и сколько я трачу энергии на все это дело и конечно уже иногда часто даже довольно чаще и чаще хочется все завязать потому что я вам еще раз говорю мне что мне надо охоты у меня славы не хватает денег всех денег не заработаешь и когда уйдешь к всевышнему все с собой не заберешь то есть живешь ради людей ради профессии ради удовольствия жизни еще раз говорю я прошлый раз говорил что жизнь коротка и удивительно что люди творят да вместо того чтобы наслаждаться этой жизнью кто-то конечно наслаждается но поставить страну не нашу а мир поставить на грань ядерной катастрофы ядерной войны и это это ужасно понимаете но если они нападут нам придется защищаться но эта политика на мы говорим только об охоте так вот илья задает люди жили без биотехнии и все было почему сейчас так много пишут и выделяют внимание ей внимание какие бывают биотехнические мероприятия кто их разрабатывает эффект и так далее значит уважаемый илья люди жили да без биотехнии когда в каменном веке когда были неандертальцы когда камнями кидали в животных это тогда была какая-то минимальная биотехния да они ходили искали где живут мамонты то есть проводили некий учет вот и поверьте что биотехния была всегда в том или ином виде значит что такое вот есть планета земля до земля это вот главное на земле живут дикие животные но не только там люди и домашние я говорю про диких земля может существовать без диких животных да а вот дикие животные без земли не могут мы можем охоту воде наши наполнить дикими животными вот есть охоту воде пустые и мы можем туда привести животных начать их подкармливать учитывать и прочее, и прочее, и наполним охоту годи, наполним землю, то есть всегда дикие животные должны жить на земле, и с этим надо работать. Биотехния – это сложный такой вопрос, он обсуждался, были двое таких условных школ охотовения, одна московская Петра Александровича Монтеев, или другая сибирская, значит, скалон занимался там, на Дальнем Востоке, в Сибири, иркутская школа, скажем так, да, вот, и сибиряки всегда говорили, какая биотехния, зачем развешивать соленые веники там для кого-то, для косули, где там она живет, а московская школа всегда говорила, что биотехния нужна в том или ином виде, биотехния – это единый такой биотехнии нет, это что-то такое а-ля общее, в биотехнию входит все, значит, я сделал кое-какие выписки, ну, потому что без этого уже нельзя, да, биотехния – это искусственное увеличение диких животных, искусственное увеличение, то есть, надо увеличить количество животных, чтобы их потом больше добывать для своего потребления, вот, мнение всегда ходило такое, что есть излишек, не надо трогать диких животных, как у нас, я говорил о одной мудрости, преподаватель говорил, он тогда пришел, был такой Севастьянов Николаевич, он птицами занимался, биологию птичек у нас преподавал, вот, другие предметы, и был Злобин Борис Дмитриевич, он на биотехнии занимался, он книжку написал, она у меня есть, это книжка по подкормке диких животных, охотничьих животных, вот такая книжка, я ее показываю, Злобин Борис Дмитриевич, ну, как написал, это студенты приезжали с практики, мы ему там давали наши курсовые работы, все это потом он перерабатывал, и вышла такая книжка, довольно хорошая, довольно полная, вот, знаете, в каком году, в 1985 году вышла книга, а я закончил в 1984, вот, он работал как раз тогда, когда я учился, и мы давали туда наши материалы, моих нету, потому что я бы опять нарисовал альбом следов диких животных, в эту книжку не вошло, здесь все, что связано чисто с подкормкой, и вот как-то Злобин приходит и говорит, Геннадий Николаевич, дайте мне карту глухариных таков, охотхозяйства нашего спас зазерия, он говорит, а зачем, я биотехнические мероприятия буду делать, и Геннадий Николаевич говорит, лучшая биотехния, это их Борис Дмитриевич не трогать, я вам не дам карты глухариных таков, это вот такое мнение, если животных не трогать, то будут какие-то излишки, то есть они будут расти и плодиться до бесконечности, и когда их будет слишком много, то вот эти излишки изымать из популяции, этого всем будет хватать, да, это такое мнение, оно бытует в головах охотников, охотоведов, якобы, ну, до безграничности все животные могут, значит, размажаться, и это порождает такую, знаете, пассивность в работе с диким животным миром, пассивность в работе в охотхозяйствах, и делаются только некие одни охранные мероприятия, запреты, 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 но я могу так сказать, что запреты, это, а закрытие охоты ради запрета, это не дает никаких результатов, запрет ради запрета, это просто нельзя делать, мы должны работать и рационально использовать, значит, дикий животный мир. Животные, да, есть цикличность животных, сами по себе бывают такие моменты, бываете, вот знаете, вот нет-нет, потом раз много мышевидных, да, год мыши такой, потом раз много зайца, год зайца, но это зависит от погодных условий, и мыши-то вообще от биотехнии как таковой не зависят, это зависит от сельского хозяйства, но даже там, где нет сельского хозяйства, бывает очень много мышевидных, потому что они питаются семенами диких растений и прочее, 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 да. Вот, чем больше вот животных плодовитых, вот мыши могут плодиться много-много, тем они, короче, их жизнь, раз их много, и раз они быстро умирают. Заяц тоже долго не живет, да, в отличие от того же там лося, в отличие от того же бурого медведя, который живет там до 20 лет и прочее, вот, и поэтому, чем больше животных, тем они меньше живут, это вот связано с такими вот природными явлениями и функциями. Биотехнии бывают разные. Первая биотехния, это, например, борьба с хищниками, это борьба с болезнями диких животных, это обустройство ихний, мест ихнего существования, среды обитания, там, устройство ремезов, там, и прочее, прочее. Это тоже, и, конечно, подкормочные явления, это тоже является биотехнией. Также дичь и разведение, биотехния, вот, это обязательно должно присутствовать и прочее, прочее, понимаете. Вот, корм даем когда? Когда экстремальные жизненные условия. Наст, значит, зима, снега много, мы начинаем животных подкармливать. Есть понятие подкармливать, есть понятие кормить. Это разные вещи, но многие хозяйства со временем перешли уже на кормежку. Например, государственный комплекс Завидова в СССР, когда он и сейчас присутствует, это хозяйство первых лиц, оно должно быть, где первые лица могут принимать иностранных делегаций. Для чего? Потому что, ну, многие бывают охотники, приезжают и показать нашу страну, показать нашу природу, покормить их там медвежатиной, лосятиной, рыбой какой-то вкусной. Ну, такие моменты всегда присутствуют. И Завидовский комплекс, там было очень много кабана. Они кабана кормили, они подкармливали. Подкормка по всем канонам – это примерно 500 грамм овса или кукурузы в день на голову кабана. Когда кабана было много, его разводили. Вот тогда присутствовал элемент биотехнии в виде корма, выкладки кормов. Мы, например, в наше военно-охотничье общество, не имея больших финансовых возможностей, мы подкармливали. Мы начинали подкармливать кабана, значит, с октября месяца, и всю зиму подкармливали где-то до марта, до апреля. Снег сходил, и все, мы заканчивали. Свиньи поросились, дальше зеленая трава. Кабан уже питался сам. Мы давали 500 грамм зерна на голову. Если у вас в хозяйстве живет 50 кабанов или 100, по 500 грамм в день. Мы кормили каждый день. То есть, у нас лари такие стоят под вышками подкормочной площадки. Они же элемент учета, и они же элемент селекционного отстрела. Значит, ларь, и ты черпаешь зерно. Ларь, раньше люди не воровали зерно. Мы даже замочки не ставили. Со временем стали приходить местное население, все это зерно учерпывать и кормить своих поросят. Или кого уж там, непонятно, стали замочить делать. Но люди привычные уже на территории хозяйства, как бы больших таких грабежей не присутствуют. Замки не ломают. Часто и постоянно. И подкармливаешь, когда надо посчитал, когда надо выложил вакцину. Вот, например, была африканская чума свиней сейчас была. Есть она. Вакцины нет. А еще классическая чума свиней. Она была в 1986 году. Очень сильно. И тогда выкладывалась, значит, вакцина. И Россия победила классическую чуму свиней. Вот. Прививали кабанов через подкормочные площадки. То есть, пока у нас площадка и селекционный отстрел. Поросеночка добыл. Никаких загонов. Ты стадо не беспокоишь. Это очень хорошо и правильно. И растили чистость кабана. Там есть определенные, как бы, дармативы. Сколько кабанов надо иметь в тех или иных охот-угодиях, на тысячу гектар пригодных угодий, чтобы они не поедали в большом количестве боровую дичь, не наносили ущерба лесным насаждениям. Все это есть. Это все в литературе. Как бы, охотоведов должны обучать этому делу в течение, там, пяти лет. Лось, я вам говорил, да, там, четыре головы до шести на тысячу га пригодных угодий. Это уже, значит, можно держать один к четырем. То есть, один бык, а четыре самки. Если один к трем, один бык, три самки на тысячу гектар, да, плотность. А если меньше двух или две головы лосей на тысячу гектар пригодных угодий, то никакой охоты быть не должно. Такие же нормативы по кабану. Там, условно, надо держать на тысячу гектар, там, десять голов кабана. Тогда он не нанесет большого ущерба. Это все века, подкормка. А кормежка, вот тоже завидовала, она давала один килограмм кукурузы на голову в день. И давала круглый год. А когда заезд, люди приезжали на охоту, чтобы звери дольше задержались на вышках. Например, Борис Николаевич Ельцин, он очень любил охоту. Вот, он даже установил себе норму добычи диких животных в день. Вот, сыпалось три килограмма на голову. И тогда приходили звери и дольше кушали эту кукурузу. Дольше времени были на вышках. И ты на одной вышке отохотился, потом переехал на следующую с подхода, переехал на следующую с подхода. И зверь дольше сидит. И тогда звери понимали, а зачем он что-то делать, когда он в четыре часа вечера придет на вышку, наестся, уйдет под соседнюю елку. И завидовал, были такие бройлерные огромные кабаны. Я про это говорил. Клыки, но они тонкие. А если ты доводишь какого-нибудь кабанчика там где-то в горах Краснодара, он небольшой от лыки, как у бородавочника. То есть, ему надо постоянно камни ворочать, каких-то живых червячков искать и прочее, прочее. Это кормежка, когда выкладывается большое количество корма. Биотехния – это учеты. Вы должны знать, сколько, так сказать, того-сего животных учитывается и обитает на вашей территории. Биотехния – это борьба с хищниками. Чем больше вы уменьшите хищников, волка, медведя, янтовидной собаки, тем больше будет у вас полезной дичи. Например, охота, стрельба ворон. Это всегда практиковалось. И сейчас там вороноохотничий вид, ворононеохотничий вид. Кто разрабатывал, например, стрельбу по воронам? Росохотраболовсоюз этим очень сильно занимался. И сейчас такая охотничья организация существует. Но раньше это была мощная и сильная структура в СССР. Например, они разрабатывали такую систему лотереи. Они брали три вороны, кольцевали их. Это все на глазах у людей. Кольца. Одна ворона номер один, номер два, номер три. Но кольца были сделаны так, чтобы народ не знал. Там еще были моменты, чтобы нельзя было подделать. Понимаете? И показывали то, что можно было показать. И ворону пускали. И люди на них охотились. Значит, и кто добыл эту ворону с кольцом, там номер один, 300 рублей советских денег. Это были большие деньги. Поверьте. Там 200 рублей, 100 рублей. И это кольцо приносилось. И директор охотхозяйства или председатель охот общества его смотрел. И только он один знал, что надо было увидеть, чтобы это не было обмана. Чтобы кто-то там кольцо не штампанул. Ну, как говорится, доверяй и проверяй. Этим занимался Росохот Роболов Союз. Разрабатывал. Также занималась наука, которая прорабатывала всякие биотехнические мероприятия. И я вам говорю, нормы. Например, солонцы. Не надо солонцы тыкать на лося. Там тысячу солонцов на территории охот угодий. Один солонец на тысячу гектар пригодных угодий. Это нормативка, разработанная для лосей. Для чего? Во-первых, лоси, они должны быть рассосредоточены по хозяйству. И не надо их кучковать. Можно зверей кучковать этим делом. Сделать там 3-4 солонца вместе. И тогда лось соберется. И здесь его легче охранять. Или легче его стрелять. А так вот тысячу гектар лось рассосредоточенный. И прочее, прочее. И для лося биотехния это подрубка осин. Она всегда практиковалась. Потому что лежачье дерево лось поедает намного лучше, чем осину стоячую. Он подошел, что-то погрыз. А когда она упала, он поедает ветки, поедает кору. Тут соль. То есть, вот такой элемент биотехнии. Для лосей больше делать что-то из биотехнии не надо. Это учеты, это хищники. И вот подрубка осина солонцы. А кабан это учеты, это хищники. И уже кормежка, подкормка. Я вам рассказал про кабана. Биотехния для косули присутствует. Вот в этом году была большая зима. Косули спустилась там, например, в Челябинске, в Чебаркульское охотхозяйство, где работает мой старинный друг, работает директором Володя Дениховский. И туда спустилась косули с гор. И сразу хозяйство начало работать. Как работать? Они берут трактор, пробивают тропы. Чтобы косуля ходила не по снегу, проваливалась. Она два раза три прыгнет, если ее гнать и останавливается. Дальше бери ее хоть голыми руками. Пробивают тропы трактором, чтобы косуля могла подойти. Вот она стоит на поле, скучилась, вот как в Омске было. Пришла косуля под город, встала, ей рапса хватало, а потом погода поменялась, и она пошла в город. И там погибла. Собаки ее драли. Там шум, тарарам, гам. Значит, когда можно было эту косулю изъять из популяции, наготовить тушенки и отправить на СВО. Пробиваются тропы, выкладывается зерно, выкладывается сено, выкладываются соленые веники. Все это готовится заранее. Веники из крапивы, веники из ивы, идут заготовки в Петров день и прочее. Все это прописано, понимаете? Соль, она как минеральные добавки, корм. Это когда большое количество зверя, и вы не хотите его потерять, иначе косуля подохнет. И вы на следующий год не возьмете такое количество зверя, сколько вы могли бы взять. И вы его сохраняете за счет биотехнических мероприятий, за счет охраны, подкормки. Еще раз говорю, убивания хищников. И поэтому все это как бы есть и происходит. В советские времена мы доходили до маразма. Например, госпромхозы тоже занимались биотехнией. Но это севера. Почему я говорю, на северах это делается? Ну, только учеты хищники и солонцы там для лосей. Где-то в Якутии кабана, например, не существует. И в каких-то хозяйствах можно заниматься биотехнией. Сейчас я к этому подойду. Соль разбрасывали с вертолета. Был госплан, выделялись деньги. Деньги надо потратить. И в одной республике, по-моему, в Якутии тоже наняли Ми-8, летали. И соль в мешках кидали в охоту готих. Значит, вертушка стоила 700 рублей час полета советских денег. Деньги на это выделялись. И были вот такие вот вещи. Значит, что еще для лося? Для лося еще это подрубка. Лось концентрируется там, где идут интенсивные рубки. Растет мордохлыст. Вернее, сначала не мордохлыст, а идет поросль такая. И лось ее с удовольствием поедает. А мордохлыст появляется через 15-20 лет уже в руку толщиной. Лось уже это не едят. И они от этого места откачевывают. Потому что вот ряд районов той же Кировской области, где лес вырубился. И сейчас идет молодой подросток. Лось раз туда и подходит. Ну, вот у нас много лося появилось. Отлично. Но это в этом районе. А в соседних районах лося днем с огнем не найдешь. Потому что тот же лось, он живет ближе к человеку. И вообще все животные живут ближе к человеку. Сибирь всегда брала большими площадями. Вы понимаете. А здесь человек поехал, дерево срубил, веточки упали. Звери подошли. Тот же лось погрыз. Косулька подошла, погрызла. Зайчик подбежал. Кстати, о зайцах. Хорошо биотехния. Очень влияет на зайца русака. Его можно подкармливать зерновыми. На это он идет. Солонцы ставить. Биотехния по зайцу очень хорошие дает результаты. Я разговаривал в Тамбове с Сашей Акулининым. Которого потом пришла новая министра и уволила. Якобы он там великий коррупционер. Хотя я его знаю. Жить на съемной квартире с собаками. Ездить на разбитом УАЗике. Там не та коррупция, которая бывает, когда нам показывают в социальных сетях. Где там два мешка денег. С Сашей я дружу. Буду дружить. Я ему очень верю. Настоящий охотовед Балашикинской школы. Если меня слышат тамбовцы, имейте в виду, что Саня для меня всегда был честным человек. Так вот он занимался. И остается честным. Он занимался биотехнией по Русаку. Это дало большие результаты. Беляк не так подвержен. Только солонцы. Только подрубка оси. Можно делать такие, знаете, веточные шалашики. И тогда зайчики туда подходят. Беляки тоже все это дело поедают. Но на них влияет большое погодное условие. На того же Беляка. Если весна холодная, то зайчата погибнут. А сейчас еще огромное количество клеща. Огромное количество. И клещ убивает зайчата. А также огромное количество хищников. Хищных птиц. Та же ворона. Тот же ворон. Вот ворон что делает? Если он нашел там родившегося олененка. Он подлетел. Раз глаз выколол. Раз глаз выбил. Второй. И все. Олененок слепой. И они его подыхают. Они его потом раздалбливают. И прочее, прочее. И поэтому вот их надо убивать. Чтобы для нас были хорошие, полезные, правильные животные. Хорошо идет биотехния по утке. Я вам говорил. По водоплавающей. Это была целая лекция. Прошлый. Значит четверг. Это высадка канадского риса. Это подкормка. Это зерно на 40 сантиметров под воду. На плотике. Это устройство гнезд. И опять выбивание хищников. Это выпуск утят. Диких утят под выстрел. Это уже дичеразведение. И в СССР там по 88, по 100 тысяч утят выпускалось ежегодно в охоту годе. По всей России было большое количество дичьферм. Причем Росохот имел. Огромное количество дичьферм военно-охотничьего общества имело. Сейчас все. Сейчас все это умерло. Есть несколько дичьферм в частных хозяйствах небольших. В Завидово есть утят и дичьферма. Вот они упускают. Также фазан. Очень подвержен биотехнии, подкормке, охране. И вот этот фазан, который с белым кольцом. А домашний, так сказать, называемый фазан. Его часто упускают там, где он может жить. Он живет. Там Волгоградская область, например. Его там подкармливают фазана. Если его выпустить в Ивановской или в Костромской, он не погибнет от мороза. Но если его кормить на определенной территории, он останется жить, потому что ему просто зимой не хватает корма. И он подыхает от бескормицы. А если его подкармливать, мороз на фазана на куринах не влияет. Ну, это такое ляболовство. В биотехнии очень подвержен олень европейской. Да, его надо кормить, сено выкладывать. И, например, в Краснодарском крае, хозяйство Красный лес, я там охотился, бывал еще в начале 90-х, в конце 80-х. Оленя было огромное количество, чуть ли не по 100 голов на 1000 гектар. На него охотились иностранцев, принимали тоже за счет биотехнии, за счет подкормки, за счет выкладки сена. И когда я учился на Хатаведе, у нас такой был предмет, как кормление, например. Ну, больше, конечно, на домашних животных сводилось, потому что преподаватели были сельхозники. Но предмет присутствовал. Болезни диких животных предмет присутствовал, чтобы, так сказать, это все дело понимать. Другие предметы. И кормление надо понимать все это. Мы же тоже делаем много ремезы, посадки защитных всяких вот этих вот кустов, полей. Поля сеются, не убираются. И зверь круглый год ходит на эти поля и зимой, и поедает, значит, вот это зерно, которое остается. Потому что в СССР, да, говорили, а зачем бятехни? Посмотрите, сколько в той же Кировской области полей не убрано. Зверю хватает, лося выходили на капусту, кстати, лось хорошо ходить стал, да. В то время на неубранную и наубранную остаются какие-то кочерыжки, вот. На рапс очень хорошо, косуля выходит, и тот же лось выходит. Вот. Тепенабур стал народ сажать в больших количествах. Это же тоже картофель, тоже он крахмал, клубни крахмальные. Причем многие охотоведы, я помню, самогон гнали из Тепенабура. Он такого синего цвета, очень крепкий, ядовитый. Скажу честно, я его немножко пробовал, ну, шибает, шибает. Вот. И поэтому есть же картофельное приготовление, есть вот из Тепенабура. И где-то звери не ходят на Тепенабур. Пока его не найдут, они его не понимают, а где-то ходят, да. И фазан очень, очень, как бы, подвержен. Потом глухарь. Глухарь строились такие целые комплексы. Причем это строилось Сверловское. В нашей области, например, было охотхозяйство во времена СССР. Областного охотобщества Сверловска. Не помню, как оно называется. Но там охотоведы и егеря занялись вот именно подкормкой глухаря. Строились такие огромные комплексы. Они были там чуть ли не по 12-15 метров длиной. Такие настилы, потом крыши там и прочее. Там и галечник, и зерно, и ягода. Это есть система, есть метода, есть, значит, рисунки в литературе. У меня есть. Я делал лекцию по этому вопросу. Где-то лекции висят на ютубном нашем. У меня еще штук 20 сделано лекций. Вы их можете посмотреть. Это у нас на ютуб канале журнала Охота. Эти лекции существуют. И я там, сын тогда снимал, мы монтировали. Это было или в Академии Охоты. Вот этот проект, который не пошел. У меня уже все в голове за эти годы перепуталось. Но где-то можно это найти. И глухари хорошо прилетали, и численность их росла. Там делались дорожки из зерна. Прокладывали снегоходом даже тропы. Глухари-петухи приходили пешком. Прилетали, садились. Здесь там люди, тогда не было фото ловушек. Люди сидели там в венокле, смотрели, когда прилетает, что прилетает, значит, да. В какое время прилетает и прочее, прочее. Вот. И это тоже дело. Рябчика можно подкармливать. Рябчик вывешивается жердь, вывешивается рябина, клюква. Рябчик с удовольствием ее поедает. И тоже биотехния для рябчика присутствует. Тетерев – это в основном снопики делались, там такие овсяные и неубранные поля. Тетерева часто прилетают, все это дело поедают. Охранные мероприятия. Я еще раз говорю, надо смотреть по охоту годи. Надо смотреть по территории того или иного региона. Если взять Калининградскую область, там можно за счет биотехнии достигнуть высокой численности и плотности той же косули европейской, того же кабана, того же оленя. И возьмите Магаданскую область. Ну, какая там биотехния и прочее, прочее. Да, хотя во времена промысла, например, была биотехния. Песа подкармливали за полярным кругом. Олень из обои шел. Выкладывали, значит, большое количество вот этого остатки забоя. Киши, кишки, там, ну, все, что остается неиспользовано. И песец туда приходил, концентрировался. Была такая подкормка а-ля привада. Это же тоже биотехния. А потом этот песец вылавливался и выполнялись планы государства по пушнине. Делая приваду, вы условно подкармливаете янтовидную собаку. Для чего? А потом, чтобы классно поохотиться и изъять ее из популяции. Вы одновременно балдеете от охоты. Хозяйство может на этом зарабатывать какую-то копейку. Изымая янтовидную собаку из популяции, вы тем, значит, тем, ну, как бы, делаете то, что вы освобождаете большое количество полезных животных, которые не погибнут от этой янтовидной собаки. Вы потом их сами себе используете, ну, как бы, в свою пищу, да? Поэтому биотехния, мое мнение, она нужна. Но еще раз, во всем должно быть здравомыслие. Во всем должно быть понятие. Надо смотреть. Везде должны быть охотоведы, которые грамотно и профессионально на это смотрят. Живет гоголь, гнездится, гоголятники. Давайте попробуем, развесим, посмотрим, будут ли жить гоголя. Да, поселились, живут. У нас хозяйство у Ломска, это наше охотообщество военно-центральных органов военного управления. У Ломска, это на побережье, оно находится Рыбинское водохранилище, Вологодская область и Череповецкий район. Я сам видел, гоголятники, ребята вешали, и гоголь, значит, гнездится, выводится, выпрыгивает в воду, гоголята. Я помню, мы развешивали гоголятники в нашем хозяйстве в институтском студентами. Где-то гоголь заселился, где-то мыши летучие, по-всякому бывает, надо пробовать. Никогда не бывает все классно и 100%. Ну, кормежка нужна. Я вам рассказывал случай, давно еще, опять же, в СССР, Кавказский заповедник, когда много было снега, зубры пробивались, зубры-бизоны вот эти вот, пробивались к сену. Ягеря звонили и говорили, давайте мы им на снегоходах сено подвезем. В ответ руководство заповедников говорило, не, не надо, это биосферный заповедник, пусть выживают, как хотят, как природа придут. Вы понимаете, и потом зубры погибли, подохли, их потом утилизировали, закапывали. Это было давно, еще, ну, начало 80-х или конец 70-х годов я пришел в глав, как раз вот перед моим, ну, я в 84-м пришел работать в глав охоту. Где-то вот за несколько лет до меня вот это все произошло. И рассказывали охотоведы, что так делать нельзя, вы понимаете, да? Вот, те же вороны, патроны выдавались за две лапки. Это опять биотехнические мероприятия, уничтожение ворон. Хищно птиц стреляли, там, до 60-х годов. Луня, тетеревятника, сейчас перестали стрелять, их огромное количество. Он тоже утку выбивает, этот лунь, потом, почему утки нет? Да потому что все в комплексе, все в куче, вы понимаете. Норки много, раньше норку выдавливали. Была русская норка, она не была такая активная, такая нападающая на водоплавающую. Пришла американская, более сильная, более мощная, она русскую выдавила. Сейчас русская норка осталась только на Кунашире, куда я собираюсь полететь на рыбалку в июне месяце и написать статью. Выпуск, расселение диких животных. Это та же биотехния. Сурок не жил там, условно, в Ульяновской области. Взяли сурка где-нибудь в Равцовской, Байбака, привезли, выселили, поселили в Ульяновской. Он там стал жить. Количество сурка увеличилось. Люди охотятся, люди получают удовольствие. Опять экономика, зарабатывание денег и прочее, прочее. Снежного барана. Вот я летал как-то на остров Уруп. Меня приглашала, значит, туда. Курил Дева была такая организация. Не знаю, сейчас существует. Я прилетел на Уруп, они хотели сделать там охотхозяйство. Я посмотрел и говорю, ребят, первое, можно барана снежного выпустить. Он тут будет жить на этом острове. Пройдет какие-то годы, можно сюда приезжать на охоту и стрелять урупского снежного барана. Его можно привезти там с Камчатки, его можно привезти с Хабаровского края. Хотя тут живет камчатский баран, там живет охотский подвид. Ну, порешать можно, да? И выпустить какой-то. А можно перемешать, и какой-нибудь будет баран такой другой. Он будет интересен трофейщикам. И можно выпустить оленя пятнистого. Он будет тут жить. Но оленя пятнистого можно выпустить не нашего с Дальнего Востока, а с Хоккайдо, японского. Они так на меня смотрят. А почему? Я говорю, во-первых, он копыта раздвигает, как северный олень. Во-вторых, он норы делает в глубоком снегу. А там снег на Урупе до четырех метров бывает. А он там в этих норах лазит. А главное, он ест бомбучник. Бомбучник. А там все в бомбучнике. Вон там полтора метра, метр бомбучник. И олень поедает. А Дальневосточный олень бомбучник есть не будет. Это кормовая база. И когда-то была идея поставить там крупные ракеты, которые защищали бы границы и нашу родину. И вот солдаты кто-то стоят. Все. Вахта прошла. Чем заняться? Ну, рыбу половил. Взял, пошел на охоту. А потом, если бы враги окружили остров Уруп, можно было бы брать этого оленя и мясо использовать для питания наших солдат, наших туристов, которые бы туда приезжали. Можно гостиницу построить там. Но там пирса нет. Можно бы пирс сделать. Там сегодня два маяка. И вы не представляете, какое количество лисицы. Такая красивая лисица. Она небольшая, чуть больше кошки. Ну, огромное количество. Я вот прям хожу и наблюдаю визуально и севодушки, и крестовки, и чернобурки, и красные лиса. И местные вот эти вот, как их назвать, которые смотрители маяка. Они ловили лису там по 200 штук за зиму, по 250. Мне даже захотелось там остаться на один сезон и эту лисичку половить. Там крыса-пасюк, норка американская. Кто-то ее там выпустил. И вот это лиса. И можно бы сделать на Уруппе прекрасное охотхозяйство. Завозить туда с Итурупа, значит, туристов, жителей. Какой-нибудь кемпинг построить там. Ну, гипотезы сказали, мы вам не дадим. Олень, он навредит вашему сельскому хозяйству. Какое сельское хозяйство на Уруппе. Опять происки врагов, вы понимаете. НАТО. Но был такой разговор. Я летал этим занимался. Это тоже биотехнические мероприятия. Вы понимаете. И вот тот же Итуруп. Там медведя много. Там же на каждом острове живет свой медведь. Один такой с белым галстуком. Другой чисто желтого цвета. То есть, можно собирать медведей с островов, с курильских, и делать себе коллекцию. Это могут заниматься трофейщики, уничтожая и хищников, одновременно развитие туризма. Уничтожение хищников, опять же, я еще раз говорю, это биотехния. В биотехнию входит все. И учет, и охота, и дичь разведения, и подкормка, и кормление, и прочие все вещи. Это, еще раз, нельзя сказать, что это вот прям точечно-штучно. А биотехния нужна. Она нужна. Просто люди не хотят работать. Люди не хотят работать в охотхозяйствах. Сегодня некому работать в охотхозяйствах. У нас вот егерский состав, там 50-60, он уйдет. Это от Монской, 200 километров. И мы не найдем людей на минимальную зарплату в 20 тысяч рублей. Да, и их просто нету. У нас есть хозяйство, где мы не можем найти людей уже, потому что нет сельских поселений. И нету людей, вы понимаете. Да, это центральные регионы России. А если бы развивался охотничий туризм, биотехнические вещи, была бы дичь ферма. Вот Переславля, мы когда-то даже, опять же это давно, была рыборазводная такая у нас маленькая ферма. И охотовец занимался тем, что брали щук, брали икру, выводили малька и выпускали его в Ашутинское озеро. Этим занималось охотхозяйство. Завезли морала там в 50-х годах. Он жил у нас, потом он чуть-чуть отмигрировал там на бугры. Все-таки моралу надо. А потом этот кусок у военных отрезали. Это давно еще передали в ростовский район. Потом этих моралов там вышибали. Я помню, в газете, правда, была статья о моралах и морали такая. Мы еще тогда занимались, считали о браконьерстве. Вот эти все вещи, они есть, они присутствуют. И всегда, вот прям повторяюсь, 15-й раз, надо, понимаете, надо все смотреть конкретно, точечно и прочее, прочее. Солонцы обязательно. А то один охотовед договорился, что соль вредна животным. Соль же вредна человеку, значит, она вредна животных, не надо делать соль. Андатра. Выпуск Андатры – это террористический акт против России. Мы выпустили, значит, животное другой страны. Да, это было, и я это подтверждаю. Да, и скунса выпускали, енота-полоскуна выпускали, который там сейчас созирал всех мелких каких-то животных. Там, соню-полчок, там, птичек каких-то. Надо выбирать этих енотов. Но он не нужен, как пушнина. А раз не нужен, значит, никто его не добывает. Вот. И Андатра тоже были биотехнические мероприятия. И делали плотики, подхатки, и прокосы делали. Когда была специальная машина изобретена хатоведами и охотниками, изобрели ее. Это все есть тоже в литературе. Когда пушнина была в цене, и когда Андатру добывали копзерпромхозы, госпромхозы. Я знаю хатоведа в Казахстане, у него где-то тысячу шкурок зависло, осталось. Андатра, она никому не нужна. По 50 рублей он ее продать как бы не хотел. И это Казахстан, и уже все протухло, прокисло. А когда-то Андатра, когда я учился, стоила шкурка одна на черном рынке 20-25 рублей. А стипендия была у охотоведа 39 рублей, там 36 рублей. Я утром встал, взял сумку, выехал на речке Ванюшки города Кирова в сентябре, в октябре. Поймал одну Андатру, месячные стипендии. И зачем мне надо было учиться на пятерке, поэтому Олег Петрович учился на тройке. Проще было Андатру ловить. Ну, а кто-то учился на пятерке, Андатру не ловил. И тоже стали великими охотоведами. Я не буду называть их фамилии. Дорогие друзья, еще раз, вот как мог, рассказал про биотехнические мероприятия. Чтобы говорить конкретно о той или иной биотехнии, показывать картинки, для этого надо учиться на факультете охотоведения. И чтобы это целый предмет, который читался чуть ли не год. И вот Борис Михайлович Злобин, покойный, он был завкафедрой у нас, понимаете, да. И он любил биотехнию и читал нам лекции. Мы ее, конечно, не любили. Мы тогда биотехнию не верили. Но поработав в системе охотничьего хозяйства длительное время, долгое время, я понял, что биотехния нужна. И еще раз вам всем говорю, биотехния – это не просто зерна дать кабану, да. Биотехния – это комплекс, куда входит все. Борьба с хищными животными, учеты, борьба с болезнями, дичь и разведения и прочее, прочее. За счет этого мы искусственно увеличиваем количество диких животных, чтобы потом забрать из популяции это количество и получить удовольствие от охоты. И эта продукция попадает на наш стол. И этим живет охотничье хозяйство. И сравнить Магаданскую область и Калининградскую, или Московскую – это разные вещи. Это надо понимать. Поэтому за здравомыслие. И вот на этой оптимистичной ноте я заканчиваю. Как мог, так рассказал. Покупайте еще раз журнал «Охота». Я вас просил купить его на «Озоне», чтобы нам потом сделать сайт. В «Алберис», пожалуйста, через сайт журнала, пожалуйста. Просто «Озон» нужен. Там целая цепочка, чтобы потом сделать сайт для вас. Вы понимаете? Если журнал будет, будет кузенков. Буду отвечать на вопросы. Это моя работа. Ну, а если потерять работу в 63 года, и великий охотарит Вае Петрович, ну, непонятно, чем потом будет заниматься. Еще раз Петр собирается на охоту со мной. Прямо так готовится. Вот. Идет тихонько у него восстановление. Спасибо вам всем за помощь. Материальную поддержку, моральную. Если мы с Петрухой попадем на охоту, конечно, я вам... Он хочет на вашнику посидеть, послушать. Я буду стрелять. Я говорю, я тебе стрелять не дам. Вот. Ну, я думаю, сын выздоровеет. Еще все идет очень точечно, очень медленно. Я очень переживаю. Семья переживает. Ну, будем надеяться. Спасибо вам. Ну, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok